Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Спасибо, что заглянули. Сегодня у нас паста в сливочном соусе и сыром. Приготовила я ее сама, заправила это все зеленью. Я обожаю вообще сливки и макароны вместе. Это получается очень вкусно. Еще у нас здесь круассанчики и немного зелени. Очень даже жирненько получается. Почитала комментарии под прошлым видео. И на некоторые из них хочется ответить. Высказать кое-какое свое мнение. Как вкусно! Сыр особенно в тему здесь. Так вот. Одна девушка написала под моим видео комментарии, что я слишком много времени уделяю своему второму каналу и вообще работе в целом. Зачем столько работать? Когда так много работаешь, личная жизнь естественно не очень складывается. И тут ей девушка в комментариях отвечает. Да прямо уж куча работы. Рисовать рисунки детские целыми днями. Это разве работа? То и дело, что жрет, рисует, сидит дома и все. Здесь я могу согласиться только с одним, что сижу дома. Это да. Если вы считаете, что детские рисунки, которые я рисую, это не работа, мне вас искренне очень жаль, что вы не разбираетесь в тонкостях Ютьюба. Те видео, которые я снимаю на бумажном канале, я получаю заработок. Я открою вам такую занавесь. На данный момент я зарабатываю с двух каналов одинаково. То есть с бумажного канала и с этого я получаю одинаковый доход, несмотря на то, что на этом канале 1000 видео, а на том канале всего 60. Если ты выполняешь какую-то деятельность, пусть даже рисунки за это тебе платят, это уже работа. Иногда людям лишь бы что-то написать. Только сидит и жрет, только сидит и рисует. Но извини меня, я с этого зарабатываю деньги. Я не говорю, что это сложная работа. Те же даже бумажные сюрпризы, на них уходит очень много времени, но несмотря на это я обожаю этим заниматься. Канал очень круто развивается. Если ты получаешь деньги за свою работу, если ты получаешь деньги за свою деятельность, это уже работа. Так что тут вы правы. А то, что я много времени уделяю своему хобби, это, конечно, есть. И, возможно, как человек со мной не очень интересно в этом плане. Нужно уметь как-то разделять. Например, с утра до шести я работаю, а после шести я иду куда-то гулять. Встречаюсь с подружками, встречаюсь с парнями и так далее. То есть нужно это разделять. Дальше комментарий, над которым я просто смеялась. Девушку зовут Наира Биянова. Наира, вам огромный привет. Айка, тебе психологи рекламу проплатили. Давно тебя смотрю и часто скрытую рекламу делаешь. Я такая в шоке. Да, Степанова купила. И Наирочка мне отвечает. Все может быть, время тяжелое. Если у Галкина всякую хрень рекламируют, вам-то блогерам сам бог велел. Если честно, я немного была в шоке от этого комментария. Он еще залайкан. И неужели вы считаете, что прошлое мое видео было спонсировано Вероникой Степан? Вероника Степан вообще не знает, кто я такая. Начнем с этого. Она звезда. То есть она дает интервью у Ксении Собчак. Ее знает каждый. И поверьте мне, у меня точно она рекламу покупать не будет. Она не нуждается даже в моей рекламе. Я просто высказала свое мнение. То, что мне нравится, не нравится. Я говорю об этом. Вы можете со мной соглашаться или нет. Насчет Галкина. Я слабо знакома с его творчеством, с его инстаграмом, чем он сейчас занимается, что он сейчас рекламирует. Поэтому не знаю, честно. Я вообще всегда Галкина раньше путала с Малаховым. Мне казалось, что они прямо на одно лицо. Поэтому никакой скрытой рекламы там нет. Я не оставляю никаких ссылок на соцсети Вероники Степановой. Может, вы правы. Действительно, такое практикуется, что блогер, например, типа беспалево там рассказывает про кого-то и делает скрытую рекламу. Но мне такое, естественно, никто не предлагал. Как это вкусно. Это нечто. Это очень калорийно, но очень вкусно. Поэтому иногда, когда я читаю комментарии, я реально бываю в шоке. Я думаю, блин, какая скрытая реклама. Какая Степанова. Кто такая Степанова? Кто такая я? У нее в 10 раз больше подписчиков, чем у меня. У меня 200 тысяч. У нее 2 миллиона. Может, даже чуток побольше. Поэтому никакой скрытой рекламы в прошлом моем видео не было. Сейчас не могу найти комментарий. В общем, одна девочка пишет в комментариях мне, что Айка, ты раньше говорила, что твой парень не смотрит твои видео, а сейчас говорит, что смотрит. Или наоборот. Нет, наоборот она написала. Раньше ты говорила, что парень смотрит твои видео, а сейчас не смотрит. Ты уже определись. Ребят, почему вы в каждом моем слове ищите подвох? Я же вам в прошлом видео сказала, что наши отношения немножко как будто остыли, и я это чувствую. Мне это немножко неприятно, если честно. Вот, например, это одна из причин, которые я замечала. Раньше он каждое видео смотрел, не пропускал ни одного моего видео. А сейчас он вообще не смотрит. Даже влоги. Вот. То есть, может быть, через 2-3 месяца я вам скажу, мой парень смотрит каждое мое видео. Возможно, к этому моменту что-то поменяется. То есть, это жизнь. Даже мое мнение, оно со временем меняется. Просто возьмите, например, себя. Раньше вам нравились джинсы, например, скини. Сейчас вам они не нравятся. Но я лично, несмотря на моду, все равно буду носить скини. Особенно зимой, когда я надеваю вот эти вот шаровары, потом надеваю огромную оверсайз куртку, огромную оверсайз худи. Я просто чувствую себя бомжарой. Что-то должно быть в облипон. Так что стараюсь не обращать внимания на всякие мелочи. Стараюсь радоваться жизни. Пофиг на все. Мне иногда кажется, что наша жизнь это как какой-то квест, который мы должны пройти, пройти хорошо. Кто-то совершает какие-то ошибки, оступается, кто-то идет дальше. Но, на мой взгляд, я все делаю правильно. Вы знаете, я бы много чего вам бы рассказала сейчас, чего мне хочется вам рассказать. Но порой я это не делаю, потому что есть люди, злые люди, которые обязательно тебя осудят, напишут какие-то неприятности. Когда тебе, например, фигово на душе, ты читаешь подобные комментарии, тебе становится еще хуже, например. Если бы я знала, что реально, например, все мои зрители такие добрые, расположенные ко мне, не будут искать в каждом слове подвоха. Я бы вам очень много чего рассказала. Очень много чего, что у меня на душе обязательно бы вам рассказала. Прямо обязательно. Но, к сожалению, не все люди такие. У меня, например, на бумажном канале я не удаляла за всю историю своего канала за три месяца ни одного комментария. Никого не блокировала. Прикиньте, сплошной позитив. Там ни одного плохого комментария. Мне хочется и дальше снимать, и что-то дальше развиваться. Поэтому как-то так. Обойдемся без всех подробностей. Вкуснотища! Я раньше готовила без сыра. В этот раз добавила сыр. Субтитры сделал DimaTorzok. Скоро еще папа уезжает. Так грустно от этого. Например, вчера мы с папой два часа играли в карты. Прикиньте. Я его столько раз выиграла. На счет был 7-4. Мою пользу, между прочим. На этом все. Я поела. Было очень вкусно. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Всех люблю. Пока!